Итак, сегодня мы, ребят, поговорим о пятой серии, что же там у нас было интересного. Вообще, отпуск, конечно, у ребят получается довольно-таки дорогой. Люба и Роман должны раздобыть миллион лир, чтобы откупиться от Виктора. Сколько же миллион лир в рублях? А ним? Миллион лир в рублях. Ну, в сериале нам говорили, что это 3 миллиона рублей. Сейчас я вот перевожу, собственно говоря, эти деньги в рубли. И получается 2 миллиона 661 тысяча 750 рублей. Ну, в принципе, тоже достаточно солидная сумма. И, конечно, это такой довольно-таки дорогой выпуск получается. Ну и на миллион лир можно, наверное, неплохо жить достаточно такое продолжительное время в Турции. Вот, поэтому, конечно, сумма солидная довольно-таки. Но, с другой стороны, наверное, мог он и больше просить. Тем более, ему по крайней мере в этой серии ничего не дали. Так что да, идем дальше. Что еще? Значит, не получается пока что откупиться от Виктора. Ну и сохранить, соответственно, в тайне исчезнение мина. Но, кажется, они оба появились в этой истории не просто так. Пора открыть охоту на Жигола. Как назло, Наташа с мужем устраивает сюрприз. Решает провести остаток отдыха вместе с семьей. Лишних сидель становится чересчур много. Между прочим, в конце серии, соответственно, Роман избивал Виктора на глазах. Ну, сначала жена зашла в номер, потом зашел Степа. Но, к счастью, Настя еще, по крайней мере, в этой серии это все не увидела. Но, в любом случае, конечно, ситуация непростая. Как теперь это все Степе объяснять? Ну, Степе что-то вообще поплохело. То есть, он, видимо, не знаю, как-то все это очень тяжело воспринял. Но, тем не менее, пока, по крайней мере, в этой серии не рассказал Насте что там и как. И, в целом, он такой, ну, прям, не знаю, для многих, наверное, женщин, девушек, идеальный вообще муж. Потому что он ничего, как бы, поперек никогда не скажет. Ну, по крайней мере, это все так выглядит. Он 100% подкаблучник. В хорошем смысле этого слова. Потому что здесь есть какие-то хорошие смыслы, ну, по крайней мере, для женщин. То есть, он там ее и в Турцию влочит. Он там и ее родителям путевку оплатил. Он ищет все время те места, которые, ну, просит, типа, чтобы нашел он, там, не знаю, какие-то ресторанчики. Досу какой-то нашел, организовал и так далее. Все, естественно, за это все он платит. Плюс она к нему относится так как-то, ну, как само собой разумеющийся. То есть, как-то без любви, типа, как вот сверху вниз смотрит. И это, конечно же, видит родители, это видит Люба. И такая, ну, что, можешь хотя бы Степе даже поесть? И он говорит, да не-не, нормально, нормально. Сейчас я найду там очередной ресторанчик, очередное место. Наши обожаемые насти. Короче, ну, он, наверное, понимает, что все-таки она беременна. И как бы воспринимает эти все, наверное, заскуки, в том числе и потому, что она беременна. Но, может быть, вот он реально такой идеальный. Я думаю, на самом деле, короче, смотрел какой-то коротенький ролик про Дениса. Единственное, тоже такой а-ля муженек, не муженек, ну, короче, парень какой-то, у которого есть девушка, который, собственно, грубо говоря, на нее работает. То есть, не работает с точки зрения, типа, она там, его начальница, нет? Она, ну, юридически не его начальница, хотя. Короче, ну, вы поняли. То есть, она просто целые дни проводит дома. То есть, там, не знаю, как она рассказывает. Доставочку сначала закажет на завтрак, чтобы что-то покушать. Потом прогуляется, какие-нибудь там алиосалоны корсты, вот это вот все. И дальше к вечеру уже и муж приходит, и можно его похвалить, что он поработал. Вот так она живет. Да, он как бы вкалывает, он ничего против не скажет. Ну, короче, да, такие есть, такие есть мужчины, и какие-то дамам такие мужчин нужны. Так что, надеюсь, вы друг друга найдете, в общем, да. Ну, честно говоря, это, конечно, Степа выглядит, конечно, максимально подкабочником. Но, с другой стороны, как будто бы в этом есть определенный секрет счастливой семейной жизни. Ну, по крайней мере, для кого-то, как будто бы. Не факт, не факт, друзья мои. Потому что, все-таки, не знаю, может быть, Степа это норм, может быть, у него такой характер. Мягкий. Не знаю, не знаю. Сложно сказать, но в любом случае, для меня это немножко странновато выглядит. И, в том числе, видимо, для Любы. Она сделала замечание даже своей любимой дочке Насте. Но, тем не менее. В общем, я расскажу ваши не в комментариях насчет данного сериала. Этот сериал, в принципе, можно смотреть более или менее хотя бы. Это вот один из немногих сериалов. Наверное, чуть не единственный за последнее время. Который более-менее можно смотреть. Единственное, что печаль, то, что серии выходят редко раз в неделю. Серии, опять же, не длинные. Хотелось бы, чтобы все-таки было... Ну, почаще не выходили. Серии, может быть, подлиннее были. Вот. Как-то так. Вдуре, пожалуйста, не в комментариях. Подписывайтесь на все наши другие каналы, другие соцсети. Все ссылочки есть в описании. Тем более, есть там дополнительный контент. Дополнительные ссылки в описании, в том числе, насчет этого сериала. Также, пожалуйста, ребят, поддержите нас финансово по ссылкам в описании. Либо оформите сфонскую подписку на наш канал. Огромное спасибо за ваше внимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...